Константин Оленик Константин Оленик Константин Оленик То есть местные аборигены, если можно так выразиться, под руководством депутата Верховной Рады Черныги Романа Тарасовича, они решили Харьковскую группу из консерватории убрать. Причем это все делалось таким полубандитским, хамским методом. И я несколько дней пытался отбиваться, удерживал позиции, удерживал статус Харьковской группы. И когда приехали наши руководители, все эти позиции были сданы. Но, очевидно, возникло у ребят какие-то вопросы, потому что ко мне, и они решили стащить мой смартфон. Потому что в смартфоне были мои телефоны, связи, они, как мне стало известно, они решили пробить, с чем я дышу, с кем я общаюсь. Трубач известный, многие меня знают, кому я могу пожаловаться на такое хамство. Они украли мой смартфон. У меня там было, кроме того, что это телефон и связь, да, с женой, с семьей, с друзьями, у меня там еще архив моих минусовок, то есть я же участвую в концертах, да. То есть у меня инструменты для занятий там, то есть мои музыкальные инструменты, мой архив документов. Для меня это очень важно, понимаете, был архив. Вот. Смартфоны, вот этот архив, ну, флеш-карту с ним, они украли. Когда я понял вот этот вопрос, говорю, ну, ну, верните. Очевидно, уже касаться за камень, они отказались. И вот 6-го числа, после Нового года, я попробовал обратиться к лидеру партии «Удар», к Личку Виталию. Я подошел в 6 часов вечера к сцене и хотел с ним поговорить после его выступления. И дошли еще журналисты какие-то. И меня увидели вот депутаты этого удара, Аверяненко, кажется, Сергей это такой есть, и Черныга вот это. Еще там был один активист, такой толстый, командиром Андрей. Он, кажется, из Полтавы сам, вот. Он там, у них куратор в штабе. Вот они меня увидели, сказали, Костя, не надо, все, мы сейчас вопрос решаем, все хорошо, все нормально. И они меня завлекли, уговорили прийти к ним в штаб, 215-го, комнату, проспилка, здание, вы проспилок. И вот когда я пришел туда, в это здание проспилок, из-за там вот началось это вот уже хамство откровенное. Меня угрожали изнасиловать портников, меня угрожали подбросить на наркотики лет на 7-8, меня упрятать в тюрьму. Понимаете? И в итоге, в оконцовке вообще мне схватили какие-то бандюганы и вынесли, выбросили на асфальт на улицу. Сегодня опять, я же участвовал в акциях протеста на Грушевского, там вот где-то вот, ну, пытаюсь участвовать, быть полезным, да. Но постоянно, когда меня встречают, вот эти вот удары, вот эти активисты, эти бандюганы, да, они постоянно меня хватают, выталкивают, постоянно угрожают мне физической расправой, угрожают, что меня убьют. То есть я, ну, с таким положением вещей, я не намерен пошмириться. Я не хочу, чтобы у нас вот на Майдане, на народном Майдане, руководили бандиты, чтобы процветал вот этот бандитизм. То есть я не провокатор, я активный гражданин. Я хочу быть полезен в своей стране, себе, людям, да. Но вот этот бандитизм, он, в данном случае, он просто вредит. И к тому же я хочу, чтобы остановить справедливость, чтобы вернули мое имущество, чтобы хотя бы извинились они. Может быть, как-то можно Виталию донести это. Он все-таки лидер своей партии. Пусть она ведет порядок, пусть эту грязь уберет. Ведь нельзя, чтобы политическая партия, лидер, который хочет стать президентом Украины, занималась бандитизмом здесь. Тем более в период революционного Майдана нашего. Вот такая вот ситуация.